Ник, мой живот! Мне нехорошо! Ой, погоди, наверное, это утренний бургер. Всем привет! Вы на канале Дивплей, и мы продолжаем проходить Феникса Райта. Не забываем пошлёпать мой лайк, написать комментарий, минимум из пяти хороших слов для поддержки этого видео. А ещё можно платно подписаться на канал, задоначить по ссылкам в описании. Или же по этим самым ссылкам в описании подписаться на мою телегу. Погнали! Так, и... шо теперь? Ири, так, изучили. Голуби. О, смотри, голуби! Ага, их тут целая стая. А ты знал, что голубь это символ мира? Конечно, знал! Правда, речь идёт о белом голубе, а он тут всего один. Они все белые. Бедняжки! Получается, чтобы стать символом мира, голубь должен быть белым несправедливо. Ты слишком много об этом думаешь, Майя. Так, ладно, это же мы вроде бы осматривали. Оу! Седьмое января кредиты не повредит. У этого места поистине странная атмосфера, не находишь? Похоже, яростный тигр не в своей пещере. И насколько могу судить это к лучшему? Добро пожаловать! Ничего себе приветствия! Да от первого её слова моя душа ушла в пятки. Вы пришли обсудить займ? Ээээ, не, не совсем. Управляющего ещё нет на месте. Посидите тихонько. Прошу. Она исчезла, будто и не была. Думаю, нам лучше зайти в другое время. Но это же идеальная возможность, Ник. Это место подозрительно. Ну, женик, тут стоит осмотреться, ладно? Стоит, считаешь? Конечно, никто даже не заметит. Кофе? Да! Я оставляю его на столе. Пейте. И ожидайте. Хорошо, спасибо. И не трогайте стол. Пожалуйста. А чё она так нервно хихикает? Ник, пойдём отсюда. То есть теперь она хочет уйти? Вот хер тебе. Изучаем. На столе стоит плеер. Но стол так блестит, что я чудом что-то на нём увидел. Крышка открыта. Интересно, какую музыку слушает наш фигур? Вы уже выпили кофе? Да! Да-да, благодарю! Очень вкусно! Значит, вам больше не надо. Если ещё раз к чему-нибудь прикоснётесь, я принесу ещё. Этот кофе! Он чем-то отравлен. Я почти уверен в этом! Ник, мой живот мне нехорошо. Ой, погоди. Наверное, это утренний бургер. Надеюсь. Надо получше рассмотреть этот диск, пока мы ещё живы. Что за? Что там? Это саундтрек из Зеброграда, да? Там тема Мистера Тигра. Это... Это демодиск. На лицевой стороне маркером подписано имя исполнителя. Эмси Бомбер! Что? О нём говорила Нэнси. Включай, хочу послушать хэви-метал. При чём тут это? Ни за что! Та женщина пообещала принести нам ещё кофе! Эм... А вообще ж можно его потом послушать, да? Надеюсь. Впечатляющий стол на впечатляющем ковре. У нас чистого золота, Ник! Золото! Посмотри на блеск! Так блестит только чистое золото! Ты что, хочешь, чтобы наш стол тоже блестел? Не знаю, но только представь, как круто за таким сидеть! Наверное... Офигеть, так и ослепнуть можно! Потому что он ослепительно чист! Я в отражении свой нос вижу, наверняка это сильно отвлекает. Непрактичная мебель. Не удивлён. Так, ничего примечательного, ну да, так. Эй, посмотри на это парижское пальто, но шикарно! Больше похоже на пальто сутенёра. Или я ничего не смыслю в моде. Эй, Ник, смотри! Этот пиджак того же цвета, что и твой. Ммм, неужели? А-а-а! Гри, потише моя! Ник, ты должен это увидеть! Торту? Ха-а-а! Я поставлю его здесь. А-а-а, да, хорошо. Я, э-э, спасибо. Сидите тихо, иначе... Х-х-х-хорошо. Ты слышал, Ник? Она сказала и сидеть тихо. А-а-а, ясно. Я наблюдаю за вами, чтобы позаботиться о вас. Понятно? Да, вполне. А-а-а, мне страшно, Ник. Так что? Что я там должен увидеть? Смотри, на лацканье... Это же... Это же адвокатский значок! Он что, тоже адвокат? Ну уж нет, присмотрись. Он из картона. Блядь, никто не обратил на это внимания! Прости, Ник, но по сравнению с этим... Твой значок не выглядит сильно солидным. Да неужели так сложно отличить настоящий значок от подделки? Из картона! Да вертая... Это что за хуйня? Так, эта круглая штука называется... Дарума, вроде бы. Я иногда книжки читаю, чтобы повысить кругозор, если что. То есть ты сейчас ничего не придумала? Ха! Наверняка ты не знаешь... И того, что эту куклу нельзя уронить. Ну, Женик, врежь этой неваляшке. По-твоему, мне жить надоело? Так, а вон то желтенькое. Это из японских шахмат. Вроде бы король. Не то, чтобы я частенько в них играл, а мне больше нравятся реверси. Судя по тому, как легко она об этом говорит, эти вещи... Не очень-то гангстерские. Получается, это... Добыча, что ли? Эй! Эй! Тут снизу какая-то бумажка прилепилась. Что там? Счёт? Похоже, кому-то пришлось чинить машину. У него ещё и машина? Пятнадцать тысяч долларов за замену бампера и фары? Да это ж грабёж! Машина зарегистрирована... На семью... Кадаверинни? Да? То есть машина даже не его? Почему этот чёт оказался в офисе нашего тигра? Мафиози, наверное. Крэшесносное условие? Интересно, что это значит? Не просто же так эта фраза запечатлена в такой-то рамке. Ну да. Только всё равно непонятно. Это... А-а-а! Это руководящий принцип. Кредит не повредит. Да? Крышу снесём при невыполнении условий. А-а-а! Ясно! Что скажешь, Ник? Ну... Ммм... Пока моя крыша на месте, всё хорошо. Не все девизы стоят разъяснять клиентам. Гу-гу. Так, это мы смотрели. Боксёрская груша с дыркой? Что это? Это боксёрская груша. Что? Да ты шутишь? На каком, по-твоему, дереве растут такие груши? В смысле? Во-первых, оно не похоже на грушу. Во-вторых, оно тяжёлое. И почему боксёрское? Ни один боксёр не станет такой и есть. Уверяю тебя, не зря я работаю в Требьян. Я всё о грушах знаю. Да ты там полутра проработала. Я очень надеюсь, что она сейчас просто шутит. Опа. О нет, кто-то свалил на пол пепельницу. Не завидую тому, кто будет всё это убирать. Да уж, весь ковёр испачкан, да и пол тоже. Я так однажды в деревне печку грохнула. Целый день всё отмывала. Печку? Она такая древняя, что уголь сжигала прям тоннами. Как она умудрилась её грохнуть? Они же неподъёмные. О, смотри. Кто-то уронил коробок спичек. Хм, Требьян. Спичек, говоришь? Не такая редкость в наше время. Эй, ты только глянь. Что там? Посмотри, что на обороте. Написано Требьян. Эти спички могут пригодиться. Может их получится как-то применить? Кстати, у нас фитиль на бойлере стал гаснуть. Спички детям не игрушка, Майя. Вылазь из-под стола, Майя. Что вы двое винюхиваете в моём офисе? Ничего, мы только хотели... Го, мой бесценный ковёр! Вы рассыпали на нём пепел! Вы пожалеете, что ваши ноги ступили на порог этого кабинета? А то были не мы. Ты смеешь припираться? Ты серьёзно, да? Думаешь, что выдержишь меня? Да я вас укатаю в два блина! А потом сделаю по ковру! Ой! Дон Тигр... Дон Тигр, вы вернулись. Ох, этот голос словно зло, которое проникает тебе в уши. Простите меня, Дон Тигр. Это я случайно уронила пепельницу и... И до сих пор не убрала! Ой-ой... А ты что, совсем страх потеряла? Ой, точно! А? З-забудь об этом, Виолетта! Ерунда! Что-что-что-что? Я не сержусь на тебя! Не переживай, малышка! Так не честно! Вот, ваше печенье. Я испекла его сама. И вам понадобится крепкий эспрессо, чтобы обсудить сделку. Го-о-о! Феникс Райт! Да! Если ты здесь, ты либо псих, либо просто чокнутый! Я толк сделал! Я толк сделал! А теперь ты хочешь мне помешать? Все-таки это он. Он мой двойник. Ха! Но мне все равно! Мне никто не помешает! Что? В каком смысле? Хе-хе-хе! Девчонку надо было оставить дома, Райт! Эммм... Я хотел задать вам... Оооооа! Никаких вопросов! Это наша последняя встреча! Не отстойте! Пожалуйста. Слабовато, Ник. Ты крикнул, когда он уже свалил. Ой, вот кто бы говорил. Кое-кто даже стоп не сказал. Эспрессо. А-а-а! И печенье. От этой девушки у меня... Меня точно удар хватит. Стоп. А как ее тигр назвал? Виолетта? Виолетта, поговорим. Кредит не повредит. Итак, расскажите, пожалуйста, о вашей компании. Теплая дружеская атмосфера, ожидаемая от семейного бизнеса. Добросовестные проценты и привлекательная система погашения. Почему мне так страшно думать, чем закончится эта фраза? Это и кое-что другое предоставляет служба займа, кредит не повредит. Слушай, Ник, у нас с Эверейтой партнеры сейчас тоже дела идут, неважно, скажи. Ты до сих пор не отдал мне карточный долг в 500 долларов. Может, оформишь кредит? Хотел бы я оформить кредит в таком месте? Да не особо. Кредит не повредит вашему здоровью. Хе-хе-хе. А если, скажем, я опоздал с выплатой, что тогда? Тогда вам преподнесут кофе. Крепкий кофе. Эм, ясно. Проще покинуть этот город. Эй, знаешь, Ник, А я тоже могу приготовить крепкий кофе. Или даже крепкий чай. Спасибо. Итак, а вы знаете, по какому делу мы пришли? По какому? Видите ли, в ресторане рядом с вами отравили человека. А вы об этом посмотрим. Я в этот день была там, с управляющим. Вы имеете в виду мистера Тигра? Фурио Тигра. Фурио? Яростный Тигр? Ты Тигра? Я думал, это его кличка, но никак не имя. Мы знаем имя Тёмного Феникса, Ник. Нужно узнать о нём всё. Ладно. Так, ну, наверное... Наверное, вот так. Я могу вас расспросить о Тигре? Ой, то есть о мистере Тигра. Печенье? Конечно. Вам нравится? Я их сама испекла. Хе-хе-хе. Попробуй, Ник. Приятного аппетита. Нет, нет. Дамы, вперёд, Майя. Хе-хе-хе. Сколько думаю об этом, но никак не пойму. Как эта жуткая девушка может работать вместе с этим Тигром? Мы любим друг друга. Нечасто услышишь подобное, особенно таким тоном. Я обязана ему жизнью. Дон Тигра спас меня. Тигр вас спас? Я прошу, чтобы вы называли его Дон Тигра. Иначе я буду вынуждена. Хорошо, хорошо. Дон Тигра, мы поняли, Соряныч. Он спас её жизнь? Хотел бы я знать побольше. Так, давай спросим. Понимаете, я ещё очень слаба. Не так давно я погибла и воскресла. Хе-хе. Вы по-погибли? Четыре месяца назад. Врачи сказали, перестайте надеяться. Похоже, они ожидали, что она сама отправится через реку Стикс. Но Дон Тигра спас меня. Он пожертвовал всем. Всем? Когда я узнала, что он ради меня сделал, я обрадовалась. Простите, но мне плохо в это вериться. Теперь я ему обязана жизнью. Приношу ему кофе. Я спроса. Интересно, какой кофе она приносит? Коза. Ясно. Поэтому у вас на голове столько бинтов. Хе-хе-хе. Вы об этом? Да, как бы об этом, да. А, так почему у вас вся голова в бинтах? Их наложили после операции. После операции? Небольшой ушиб. Смертельный ушиб. Хе-хе-хе. С-с-с-смертельный? Майя так спросила, будто сама такое испытывала. Значит, от этого ушиба вы погибли? И тут она замки. Блин, Ник, ее молчание меня пугает. До меня тоже, но мы должны докопаться до истины. Э-э-э-э-э. Наверное, не сейчас. Сейчас мы... Сейчас мы... Мы идем... На площадь витаминов? Седьмое января. Площадь витаминов. А вот и он, наш старик Симеброс. Снова кормит птиц. Вот вам, получите его тоже. А ну кишь из моего парка. Как я и думал, он снова не в себе. Погоди, Майя. Давай пригнемся и пройдем мимо, пока возможно. Чего, почему? О, здрасте, мистер Куда. Что ты творишь, Майя? Чего? Ха. Ну и он от нас отвернулся. Неудивительно. Его гордость сегодня пострадала. Эй, мистер Куда. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха. Голубя, ха-ха-ха. Простите, вы не против, если мы с вами поговорим? Да из-за этого демона, да придёт удача! Ай-ай-ай, семена пополам шелухой больно! Так тебе и надо, демон! Ах, походу с дедом всё же можно поговорить. Ну погнали. Эм, я бы хотел принести извинения за сегодняшний суд. Хе! Обо мне теперь на каждом углу шепчутся! Этот старикашка так увлёкся спиной служанки! Что не запомнил её лица? Грёзное развратное чудовище! Да ни в коем случае! Ты меня слышишь, пацан? Что бы ты ни говорил, но я видел служанку! Видел, как она что-то сыпала в фраппе! Мы вас услышали! И ещё кое-что! У этого лежебоки на ухе был наушник! С той же стороны, на которой он носил линзу! Поп, прошу прощения... Да, я немного напыдал с той вазой! Да ну и что? Я знаю, что я видел! Знаю, 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 знаю! Ладно, ладно, успокойся, пожалуйста, мистер Куда! Не смей меня успокаивать, ты иглогривый шпингалет! Получай! Сука! Эм, кажется, вы сказали, что вы швейный мастер, да? Ха! Современный мир таких мастеров, как я, попылом забывает! Блять, попылом забывает... Толпами забывает! Это не так, уверяю! Я из древнейшего рода швейцов! Мы шили темно ещё при сёгунах! Вы слышали меня? Я не стал ткачом, я рождён ткачом! Вообще-то, я то же самое про себя могу сказать! Как? Как? Как мне хотелось взять за нос этого слюнтяя в робе? И заорать его прямо в ухо! Протестую! Ой, а вы что, хотели пойти в адвоката в юности? Думаю, он не об этом маян! Просто он в плохом настроении, только и всего! Внутри меня цунами негодования! И оно готово выйти наружу! Но если он начнёт болтать, мы его не наслушаемся. Что же делать? Сохраниться. Сохраниться и смириться. Пускай, наверное, говорит. Ну а что, сейчас швейные мастера не в почёте? Да ну конечно, идиот! Я только и делаю, что выполняю поручения! Поручения? Никто не уважает стариков! Это тебе на хлеб, дедуля! Погуляй с собакой, папаша! Покорми-ка птичек, старик! Я кто вообще, по-вашему, второсортный разнорабочий? Эм... Понимаете? Причём это тебе на хлеб, я ещё могу понять! Ну а что толку кормить этих птичек? Так нахуя ты этим занимаешься, дед? Почему люди не могут сказать, что у них на уме? Пшёл вон! Вот что они хотят сказать! О да! Я просто всем мешаю! Да, да! Мешаю дома, мешаю в ресторане, мешаю каждый день! Ясно? Нам вы не мешаете! Это уж точно! Минуточку! Что он сейчас сказал? Дома и в ресторане? Погодите! Вы сказали в ресторане! Это про Трабьян? Вы там тоже выполняли поручение? Да, выполнял! Тогда же, когда этого пацана отравили! Что? Что? Дед, ты охуял вообще молчать о таком? А что вам поручили в день убийства? Хороший вопрос, пацан! Потому что я готов на него ответить! Молодый парень внезапно распластался на столе! Служанка отрубилась! А я сломал вазу, понимаете? Все случилось так быстро, что я слегка оцепенел! И тут этот владелец кричит мне! Экскузенка отрубилась! Экскузенка отрубилась на полицию! Надо было ему вякнуть в сам вызове, но тогда я об этом не подумал. И что, вы позвонили в полицию? Да я ж сказал, что слегка оцепенел. Вы им позвонили по мобильному? Ха! Откуда у меня, по-вашему, может быть подобная приблуда? Конечно же я пошел искать таксофон. И где вы его нашли? Рядом с рестораном его не было. Вот я минут пять и бродил вокруг да около. Пять минут? То есть все эти пять минут в ресторане? Так точно! Владелец Требьен был один! Почему вы в зале суда об этом не рассказали? Да я бы с радостью, будь у меня возможность! Но вы же на меня все накинулись! Ох! Благодарю, мистер Куда! Куда бы мы без вас! Постойте, минутку, Растет! Я могу еще кое-что рассказать! Да-да, я вспомнил! Помнил! Пристал! Уведите свидетелей из зала суда! Я не виноват! Вы сами во всем виноваты! Но вы могли рассказать нам это перед судом! А что такого важного в том, что полицию вызвал именно мистер Куда? Ну, шефа Белла дохуя времени сделать все, что он хотел? Ну, а тогда ответ узнаем уже в следующий раз, потому что на этом на сегодня все! Всем спасибо за просмотр и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok